Привет, друзья! Валерий Меладзе – российский певец и продюсер, заслуженный артист России. Он ворвался в российское культурное пространство в начале 90-х и своей первой же песней навсегда покорил российские сердца. Валерий Шатаевич – один из самых влиятельных деятелей культуры и обладатель всех престижных музыкальных наград России. Наставник проектов «Голос дети» и «Голос 60+. А сейчас артист ходит в двадцатку самых богатых грузин планеты, а также в сотню самых состоятельных российских артистов». Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Валерий Меладзе и сколько он зарабатывает. Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года в маленьком поселке неподалеку от Батуми. Интересно, что в метрике мальчика записали имя Валериан. Произошло это по вине сотрудницы ЗАГСа. Она уверяла, что именно так звучит полное имя, которое выбрали родители. Кроме обычной школы, в которую ходил будущий певец без радости, посещал он и музыкальное образовательное учреждение по классу фортепиано. Ему составил компанию старший брат Костя, который одновременно овладевал мастерством игры на скрипке. После окончания школы Валерий попробовал устроиться на завод, но вскоре осознал, что его призвание не в этом. Не поступив в институт на родине, он решил пойти по стопам старшего брата и уехал в Украину, где вслед за Константина Меладзе поступил в Николаевский кораблестроительный институт. Николаев – город, сыгравший в судьбе Валерия особенную роль. Здесь он познакомился с женщиной, впоследствии ставшей его женой. Кроме того, парень увлекался занятием, которое стало профессией, принесшей слабую материальную независимость. Личная жизнь Валерия Меладзе долгое время была связана с женой Ириной, которая родила музыканту трех дочерей. Знакомство состоялось в ранней молодости, на третьем курсе института. Свадьбу сыграли еще будучи студентами. Праздник отмечали в Грузии в кругу 250 гостей. Спустя несколько месяцев Ирина родила первенца. На тот момент Валерий был в отъезде, он не присутствовал на родах. У ребенка с первых дней начались проблемы со здоровьем, мальчик прожил всего 10 дней. Рана от потери первенца осталась у супругов на всю жизнь. Тем не менее, вскоре в семье Меладзе зазвучал детский смех. В 91 году родилась дочь Инга, позднее на свет появились две другие наследницы – Софья и Арина. В начале 2000-х прежде счастливый союз дал трещину. Позднее стало известно, что Альбина Джанабаева, молодая вокалистка Виагры, родила певцу сына. Ирина знала об измене мужа, но пока пыталась держать собственные эмоции. Женщина любила Валерия. Дочери в нем души не чаяли. После неудачных попыток сохранить брак, мужчина все же ушел к любовнице. Валерии и Ирина развелись. К тому времени Альбина Джанабаева родила Валерию второго ребенка. Только через несколько лет душевная боль Ирины утихла. Теперь она прошлый опыт вспоминает с улыбкой. Женщина поняла, что сама виновата в том, что произошло. По словам Ирины, она много лет слишком много времени проводила в семье, забывая о себе как о личности. Пока Альбина покоряла сцену и превращала звезду, Ирина просто становилась неинтересной. Сейчас в Меладзе и Джанабаева всем известная семейная пара. С Альбиной Валерий познакомился на сцене. Долгое время она была бэк-вокалисткой в его группе, и о романе между ними не могло даже быть и речи. Однако вскоре между ними проскочила искра взаимной симпатии, и хотя в коллективе не приветствовались романы, коллеги начали замечать, что Валерия и Альбину связывает не только работа. Вместе Меладзе и Джанабаева уже больше 14 лет, хотя официально свой брак зарегистрировали относительно недавно. О том, что 41-летняя Альбина Джанабаева снова беременна, до недавних пор знали только ее близкие. Однако в марте 2021 года актриса опубликовала фотографию с огруглившимся животом, чем здорово удивило поклонников. Теперь же многодетная мама прокомментировала радостное событие. Эта новость стала большой неожиданностью для многих фанатов Инстадивы. Будущий малыш станет для Альбины и Валерия третьим общим ребенком. У супругов есть двое сыновей – 17-летний Константин и 6-летний Лука. В 1995 году выходит первый альбом Меладзе «Сэра», который стал сразу одним из самых продаваемых в стране. В большинстве песен, в том числе и таких, как «Лимбо», «Посреди лета», «Ночь накануне Рождества» публика называла хитами. Такого в популярной музыке России еще не было. В дальнейшем композиция «Самбо белого мотылька» и «Красиво» лишь закрепили успех исполнителя. Регулярно Валерий появляется на телевидении, причем не только на концертах, но и в музыкальных фильмах – «Сорочинская ярмарка», «Золушка», чаще всего приуроченных к Новому году, что говорит о неувидаемой популярности Меладзе среди поклонников музыки. В 2015 появился еще один знаменитый клип под названием «Любовь и Млечный путь». В съемках видео поучаствовали Сергей Безруков и Марина Александрова – видные представители российского кинематографа. Меладзе и ранее участвовал в создании художественных картин. Песни в его исполнении звучат в таких лентах, как «Обитаемый остров», «Женское счастье», «Первый дом», «Адмирал» и других. За годы карьеры Валерий приобрел множество объектов недвижимости. По данным СМИ, в его распоряжении квартиры в Москве наршанской стоимостью 10 миллионов рублей, а также квартира в жилом комплексе «Дом на Давыдковской» стоимостью более 50 миллионов рублей. Также Валерий купил своим дочерям по квартире в Москве и родителям в Тбилиси. Несколько лет назад Валерий построил дом в японском стиле в поселке Миллениум Парк. Стоимость этой недвижимости оценивается минимум в 5 миллионов долларов. В одном из своих интервью Валерий признался, что его предпринимательская деятельность началась на одной из вечеринок, где он выступал в качестве артиста. Именно там ему предложили стать клиентом частного некоммерческого банка, а в дальнейшем он стал членом совета директоров. Совместно со своим компаньоном Валерий построил ряд торговых и развлекательных комплексов столицы. Артист признавался, что не раз ему приходилось вкладывать и свои личные деньги. Общий доход Валерия за прошлый год составляет порядка 6 миллионов долларов. «Я руководствуюсь принципом «Не бойтесь больших расходов, бойтесь малых доходов». Знаете, когда-то у меня был доход 5 долларов в месяц, и я ухитрялся жить на эти деньги. Я вспоминаю это время как хорошее. Тогда мечтал о том, чтобы у меня было в 5 раз больше. Мне казалось, что это было бы здорово». По данным лайфа, Валерий Меладзе продал физкультурно-оздоровительный центр в Одинцове. Он продолжает владеть торговым центром «Винтаж» в Восточном Бирюлеве Москвы. Торговый центр арендует известный столичный супермаркет и другие предприниматели. В год Меладзе имеет чистой прибылью почти 15 миллионов рублей. Также Валерий Меладзе зарабатывает немало на газконтрактах. Он получает 3 миллиона рублей от московской дирекции массовых мероприятий и от зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Судя по всему, основной доход певца складывается из участия в корпоративах и частных вечеринках. Как показывает практика отечественного шоу-бизнеса, платят там артистам обычно наличными и в портфель. Эти доходы нигде не учитываются. Агентство просит за часовые выступления Меладзе 40-60 тысяч долларов. Певец отличается исключительной сентиментальностью и признается, что легко может прослезиться во время исполнения особо трогательных песен. По его словам, каждая композиция отражает то или иное событие в жизни исполнителя, а чувства, о которых он поет, мужчина пережил на самом деле. Давайте пожелаем новых хитов, больших успехов, семейного счастья, выгодных контрактов, крепкого здоровья всей семье и долгих лет жизни. С нетерпением ждем новых зажигательных песен, которые займут первые места в музыкальных чартах. Ну а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!